Пятого и шестого туров Сокол высоту набрал, но пока в зоне турбулентности, о чем сейчас думает Вадим Хафизов Корректировка меткости по-хабаровски, естественно, с поправкой на ветер Автор шикарного гола Александр Радченко из Волгаря делает это снова на бис Центральным матчем пятого тура фон Бэт Фейнел абсолютно точно считалась встреча лидеров «Зенита» и «Динамо» Две статусные команды собрали на малой спортивной арене стадиона Петровский полноценный аншлаг Москвичи забивают первыми Долгожданный гол Фатаса Бечерая случается на 20-й минуте этой игры «Зенит» ответил хитрым розыгрышем штрафного На удар Чернова Шунин среагировал, но добивание остается загасилиным В дальнейшем хозяева смотрелись лучше, имели несколько хороших моментов, из которых самым опасным можно смело назвать вот этот Чудо, что мяч не влетел в ворота после срезки Хольмана Еще было удаление Григория Морозова, но счет не изменился, ничья 1-1, лидеры остались на своих местах Хотелось бы победу, хотелось бы три очка отсюда увозить, но ничья это все равно не поражение В общем, идем пока без поражения, ничья она на выезде В общем, наверное, неплохой результат Команда Саратова долгое время была одной из самых заметных в первенстве первого дивизиона А затем в Фейнел и даже пробивалась в премьер-лигу Сейчас Сокол Вадима Хафизова пишет новейшую историю саратовского футбола Пережив ликвидацию и вернув утраченные позиции, город ждет нового шага вперед Его предстоит сделать и главному тренеру Естественно, что хотелось бы повышать качество игры, побеждать в каждой игре Ну и радовать болельщика, который хотелось бы, чтобы собирался в большом количестве Для того, чтобы все-таки и ребятам было интереснее играть, когда трибуны гонят и футболистов поддерживают И все-таки я думаю, что футбол это для зрителей Старт очередного сезона не был для Сокола удачным Сейчас команде Вадима Хафизова необходимо цепляться за каждое очко Перед матчем со Спартаком в Сокольниках много внимания уделяется тактике Но свои секреты тренер, естественно, не раскрывает Ну, тактика, это зависит, наверное, от исполнителя, имеющейся в команде Это, наверное, первое, глава угла Вторая тактика может меняться с учетом соперника предстоящего, который непосредственно с кем приходится играть Все от этого и исходит Поэтому мы сидим, рассмотрим, опять же, видеоматериалы, заявочные и протоколы, и листы, и так далее То есть все к этому подбирается, делается такая статистическая справка Со счет которой мы выбираем ту или иную тактику против того или иного соперника Первую победу в текущем первенстве Соколу принес сумасшедший удар Александра Мануковского Возможно, это пока самый яркий гол турнира Саратовская команда вообще не уходит с поля без забитых мячей А значит, остается добавить в обороне, и все наладится Время на эту работу пока еще есть Болельщикам себе и команде, естественно, что побед, положительных эмоций Ну и получать от своей работы, наверное, максимум удовлетворения Ну и радовать всех своих, с нашей игрой команды Чтобы команда радовала постоянно, не эпизодически, а постоянно набирала и прибавляла, прибавляла Чтобы на игру ходили как на хороший спектакль Хороший спектакль зрители увидели в Москве Против Спартака Евгения Бушманова играть сейчас тяжело Сокол не исключение, хотя и боролся Уже на четвертой минуте матча Денис Давыдов с пенальти выводит москвичей вперед Спустя 25 минут он же удваивает преимущество, виртуозно перекидывая мяч через вратаря Отступать Саратову было уже некуда, и Сокол добавил в атаке Вскоре команде Вадима Хафизова удалось заработать 11-метровый, который уверенно реализовал Владимир Романенко Однако еще до перерыва Спартак снова забил Контр-выпад на последней минуте тайма завершается ударом Георгия Мелкадзе Во втором тайме был забит всего лишь один мяч На 76-й минуте Руслан Паштов сократил отставание Сокола Однако большего добиться гостям не удалось 3-2 победа Спартака Непростой матч был сыгран в Химках, где одноименная команда принимала Сибит На 64-й минуте Малания делает шикарный навес Кажется, что Петрусеву забить проще, чем промахнуться Однако удержать победный счет Химкам не удалось На 94-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти Пусть и со второй попытки, но без Лихонтов все-таки пробил Исупова Настроение после такой ничьи у игроков было противоположное Ни одного момента, за исключением одного удара в первом тайме по моим воротам не было Спасибо защитникам Сыграли надежно сзади, но вот случайность в конце пенальти и гол Ничего, я видел вратаря, что он туда встал и пробил, хотел от отскока так же забить Шучу, просто хорошо отскочил мяч и добил Из других матчей пятого тура выделим победу Тосна над Факелом В этом матче дублем отметился Антон Заболотный Шинник наконец одерживает свою первую победу Пропустив первыми, ярославцы смогли забить трижды Мордовия Дмитрия Черышева так же впервые в сезоне набирает три очка за игру Остальные результаты на ваших экранах С этого выпуска нашей передачи мы начинаем определять тройку самых красивых голов тура Открывает наш хит-парад Илья Михалев Перехват плюс открывание и великолепный удар в девятку На втором месте ответный гол того же матча Смотреть можно без комментариев Скажем только что автор шедевра Иван Подляк Команда Шинник Ну и на первое место ставим коварный удар Дениса Давыдова Чувствуется и техника, и светлая голова Этот гол уже стал визитной карточкой Александра Радченко Легким движением ноги нападающий Волгаря превращает момент у ворот Шинника В самый элегантный гол этого первенства Шла фланговая атака Максим Яковлев Протащил мяч, прострелил Я сыграл на опережение и забил Все просто, у меня в голове другого варианта не было Поэтому все так и получилось Идет прострел Самая главная задача опередить защитника И все, и в принципе поставить ногу Ничего такого особенного не происходит Примерно так В команде немного, может быть, не всерьез Опасаются, как бы Радченко от такого внимания не потерял концентрацию Но здесь бояться нечего Саша скромный парень и его успехи свидетельство трудолюбия В команде он всего несколько недель Новичок, как и многие другие Но освоился быстро Молодая команда, новая собралась Да, действительно, это вызов Это новые ощущения, новая команда Новые задачи Хочется залезть в турниры, таблицы повыше Набраться опыта С кем-то был уже до этого знаком Как бы футбольный мир он тесен С кем-то я пересекался С кем-то, да Ну, вообще, команда у нас новая Да Но, тем не менее, быстро собрался коллектив Поэтому проблем с этим не возникло Волгарь не входит в число Самых богатых клубов первенства Фонбет Фейнел К тому же команда так обновилась Что место в группе лидеров ей не предсказывают Но место в таблице не зависит от этих раскладов Оно зависит от самих ребят А они попробуют удивить Действительно, мы правы, что никак это не влияет Главное, что думаем мы О нас остальное не обращаем внимания Мы хотим Мы все делаем для этого возможного Чтобы быть как можно выше Радченко в свои 24 имеет довольно большой опыт После родного Хабаровска Он искал себя в Тосно, Красноярске, Саратове И вот теперь Астрахань Которая будет ждать от него новых виртуозных мячей Хочется просто забивать Но если будет получаться что-то подобное, я не против Поэтому буду стараться В шестом туре фонбет первенства России по футболу Сразу несколько команд попали своим соперникам под горячую руку Например, московская «Динамо» без лишней скромности отправляет пять мячей в ворота Волгаря Первые 45 минут гости уверенно держали оборону Но гол Бечерая за несколько секунд до перерыва вынудил Волгарь перестроиться Перестройка не сработала Кузьмин, шестой раз в сезоне Панченко, Зотов и Темников сделали счет разгромным 5-0 «Динамо» идет без поражений Ну вы просто на секундочку представьте, что вот такой матч состоялся без болельщиков Без наших и без спартаковских Просто на секунду, представьте Понять Александра Побегалова можно Шинник, проспавший начало сезона, громит одного из лидеров турнира Болельщики эту победу только украсили Московский «Спартак» допустил всего пару ошибок, но упустил нити игры Четыре забитых мяча при своих болельщиках – настоящий футбольный праздник в Ярославле А вот игроки СКА Хабаровск перед отправкой на Кубань сходили в стрелковый центр Немного отвлечься от футбола иногда полезно даже футболистам В шестом туре команда Александра Григоряна довольно уверенно обыграла Кубань 2-0 Забитыми мячами отметились Лискан, открывший счет на четвертой минуте матча А также Карасев, отметившийся голом в концовке первого тайма Да, ну Петреску самое время что-то предпринять Ведь перед этим туром СКА Хабаровск занимал последнее место в турнирной таблице Теперь это позиция у Химок и его Кубани Мы фактически и состав угадали, и тактику Кубани И самое главное, угадать-то можно все что угодно Но надо реализовать, и футболисты реализовали это Отмечаем, конечно же, и Мордовию, которая набрала кондиции и громит Химки 5-0 Тосно в интереснейшем матче обыгрывает Саратовский «Сокол» Факел сильнее Тамбова 3-0, все мячи забиты в первом тайме Дубль на счету Никиты Саталкина Сибирь вырывает победу с минимальным счетом у Нефтехимика А Енисей не может выиграть дома уже 9 мачек ряду На этот раз поражение от Спартака и Знайчика Динамо, мы уже говорили о том, что Динамо на 90% будет выходить в Премьер-лигу в следующем сезоне Думаю, что Спартак сделает выводы из поражения в Ярославле И тоже постарается как-то ситуацию исправить Хотя для Спартака на самом деле это не критично Здесь игровая практика и наигрывание каких-то связей во главе угла стоят В команде Бушманова Что касается Кубани, вот, наверное, стоит ожидать от Кубани первой победы Я думаю, что уже отступать некуда игрокам Кубани И постараются они вместе с тренерским штабом что-то придумать, чтобы одержать первую победу в ФНЛ За ФНЛ действительно интересно следить Очень много интересных команд В том числе и Динамо, и Кубань, которые еще в прошлом сезоне играли в Премьер-лиге В ФНЛ, думаю, в этом году посещаемость будет выше, чем в прошлые сезоны Так как на Динамо, наверное, у нас в глубинке придут многие Также и на Спартак 2, и на Зенит, и на Кубани, и на Мордовию В этом году чемпионат ФНЛ мне видится гораздо интереснее, чем в прошлых сезонах Как и было сказано в турнирной таблице, выше всех Динамо и Тосно Факел, Зенит и Спартак в радиусе одной победы Тамбов, Балтика и Нефтехимик тоже совсем рядом Внизу пока все неоднозначно Даже не знающая побед Кубань может исправить свое положение одной удачной игрой Впрочем, остальных это тоже касается Тройку самых красивых голов шестого тура открывает Мухаммад Султонов из Шинника Чтобы забить первый мяч ворота Спартака, ему пришлось выиграть борьбу в центре поля И совершить внушительный рывок к воротам соперника Последнее касание выше всяких похвал Второе место отдаем Ради Дегаличу из Тосно Удивительный по точности удар головой от центрального защитника достоин вашего внимания Ну и первое место достается Никите Саталкину В игре с Тамбовым нападающий забил дважды, но его второй гол смотрится особенно эффектно Совсем скоро еще больше красивых голов и захватывающих матчей Это проект Фонбет Фейнел Увидимся через два тура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова